Всем привет! С вами вновь Андрей Лов. И давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. И, конечно, мы сегодня с вами порисуем фигми. Вторник, а значит время разобрать очень интересную работу. Переходим в группу ВК. У нас есть обсуждение. И здесь есть обсуждалка. Разбор работ за 3.2.2. И сегодня у нас пост от Ивана. Вань, тебе большой привет. Мы с тобой в личных сообщениях поговорили. Ты оформил пост. Давай будем сегодня разбирать портфолио. Всем добрых суток! Иван, еще раз приветствую. Хотел бы получить ревью на мое портфолио. Будем сегодня разбирать. У нас есть 3 кирпичика. Можем с вами посмотреть. Вот они у нас есть. И мы посмотрим, что в портфолио делать не стоит. Моя задача направить в сторону улучшения и показать, что вы способны на лучшее. Но перед этим давай поговорим с тобой, что же есть редизайны. Особенно, если ты уже берешь компанию, которая есть на рынке. И первый кирпичик у нас есть. Первый, второй, третий. Это как раз редизайн компании, которая продает мороженое. Называется «Славится». Так вот, перед тем, как что-то делать, если эта компания уже присутствует, в любом случае можно зайти в Google или же Яндекс.Поисковик и написать «Славится мороженое». Как ты видишь, у меня вот прям первая ссылка, где я могу открыть и посмотреть, каким образом компания себя уже визуально преподносит человеку и что-то предлагает. В данном случае у нас товар – это вкусное мороженое. Почему я об этом так говорю? Я сам нередко подхожу к этому киоску и покупаю себе мороженое. Это вот фотографии. Гулял вчера и сделал изображение. Вот киоск, который находится перед парком. И иногда я тут себе мороженое покупаю. Так, если ты не понимаешь слабости компании, то, соответственно, ты их не улучшишь. Если ты не понимаешь сильные стороны компании, ты их не задействуешь и просто возьмешь и их уберешь. И здесь очень важный момент, как раз то, что ты дальше в портфолио будешь показывать, что ты пытаешься дать компании что-то лучшее, что установит связь с человеком. Человек захочет это купить и, соответственно, у компании деньги, а у человека товар либо услуга. Это суть. Дизайн – это влияние. У нас есть визуальные составляющие на первом месте, на втором – это информация, которую компания доносит. И самый важный блок – это вот нижний блок. Причем он у тебя мог бы быть что здесь, непосредственно в нижней части в гугле, что вот в реальной жизни. Ну, предположим, может быть, в твоем городе этого нет. Мы с тобой неоднократно говорили в рамках обучения, и ты просто все это не захотел использовать, потому что ты хотел быстрее сделать объем, а не результат, что выше уровень – это контент. Если мы смотрим вот на данный блок, давай порассуждаем, какой у нас самый нижний уровень. Вот информационный, один – это некая информация, некий текст. Что у нас чуть выше идет? База уровня изуала – это свойство цвет, вот два – это синий. Что у нас идет на третьем уровне, чуть выше – это некая форма. Например, вот он прямоугольник, да, это карточка. Один прямоугольник отделяется от другого. А что же у нас на четвертом? Его величество – контент. Вот контент, вот изображение, отравка, вот изображение. Если мы это не используем в нашем фильмном стиле, мы и не идем от высшего уровня, от контента, мы должны это компенсировать, например, третьим, некими формами какой-то векторной иллюстрации, сложными решениями. Если мы это убираем, то изначально, неважно, что ты будешь делать в кирпичике, ты людям, которым занимается дизайном, бизнесом, уже показываешь, что ты находишься на более нижних уровнях. Кто от этого точно знает, как я сейчас, я рационально это объясняю. Любой меня может понять, как дизайнер ты, так человек, который интересуется. А есть человек, который, ну, может быть, не так понимает именно суть дизайна, но он все равно это ощущает, он это чувствует, некое состояние, что вот, мишка, интересно, а, например, просто какая-то линия со свойством цвета – это неинтересно. Перейдем с тобой еще вот в это изображение. Здесь есть калаш как раз из отравок, что презентует сам товар, именно мороженое. Теперь переходим на контрасте прям сразу, раз мы посмотрели, к тому, что ты предлагаешь сделать. Вот твой редизайн. И логотип, название, бирка компании цифровая подпись, она вторична относительно того, что ты будешь показывать в фирменном стиле. Фирменный стиль – это язык, с помощью которого компания доносит предложение через призму визуальных рядов. Ты тоже используешь вроде как, да, контент. У тебя есть кружочки мороженое, у тебя есть непосредственно блюдце. Но как это связано с товарами, которые предлагает как раз компания? Ты посмотри, ты проигнорировал самое важное. Вот он блок. Сколько разных форм компания использует как раз в самой продукции, чтобы выделяться, чтобы привлечь внимание. Вот это все нужно было искать в интернете, делать отравки и от них строить композицию от товара. Они от стандартных изображений на шаттер-стойке. Ну, что-то общее, вроде как промороженное, но вообще никак не персонализирующее компанию. И как раз нежелание в этом выкладываться ты компенсируешь более простыми уровнями. Как раз свойством цвет, например, там синий, желтым и какими-то векторами. Вот у нас линий. По поводу логотипа. Да глобальный логотип можно вообще не менять, но у нас он уже есть. Да, может быть он выглядит не так как бы современно, потому что у нас все сейчас в гротесках. Вот пример того, как раньше делались шрифтовые работы к логотипам. Просто некий сложный какой-то шрифт. Дизайнер, клиент не думает, каким образом он будет смотреться в реальной жизни. Побольше визуала. У нас и красный цвет, и белая обводка, там еще фоновый контент. Можно было вообще оставить тут славицу, как есть объективно. Взять прямо этот шрифт, подобрать и в нем сделать фирменный стиль. В контенте нужно было выкладываться. Просто дизайнер один более сильно это делает по композиции визуально. Кто-то более слабо делал. Ты же вообще это проигнорировал. Твой блок, вот если мы берем задачу, что здесь можно улучшить. Решение очевидное. Мы нижнюю часть переносим вверх. Мы должны построить композицию, безусловно, от названия мороженое. И показать логотип славица. Мы без него не можем сделать. И вот как ты будешь рассуждать, если ты используешь высший уровень. У тебя есть некая форма, задача которой тебе забрендировать, использовать фирменный стиль. Ты пойдешь здесь как раз от оправок. Здесь мишка висит там, не знаю, в виде мороженого. Здесь еще какой-то ржок самый интересный, самый сюжетный. Здесь и вот они могут быть у тебя там с какими-то светящимися, например, там трубочками. А по центру у тебя будет логотип славиться. И мороженое тоже в 3D-шке может быть. Ты делаешь от высшего уровня композицию. Ты же, наоборот, это не используешь. Поэтому изначально то, что ты делаешь в первом своем кирпичике, а в Behance мы показываем вроде как лучше в самом начале, показывает, что ты уже проиграл. Даже в сравнении с тем, что делает компания здесь сейчас. Идем дальше. По технической части, я не знаю, может быть ты решил, что это такое у тебя будет фирменная стиль портфолио. Ты слишком изображение высветляешь. Когда ты высветляешь, ты теряешь как раз детали. Ты теряешь информацию в изображении. То же самое относится, если затемнять. Поэтому все-таки не высветляй изображение, ищи правильные настройки как раз по точке белого, точке черного, ну и вообще по яркостной составляющей. Далее посмотрим следующий блок. То, что мы с тобой скроллим, и вот ты берешь шрифт, да, ты берешь его и скажешь, хорошо, вот есть мороженое. Но опять же, это мороженое у нас отславится, оно самое интересное по геометрии. Вот там у нас был, например, там колобок с открытыми руками, да, у нас там был мишка. Если ты подбираешь контент, связанный с компанией, ищи самый интересный, самый сюжетный, самый эмоциональный. Я на трожок не самый сюжетный, не самый эмоциональный. Но суть твоего подхода, а я много раз это говорил и повторил, не делайте объем, делайте результат. Вы должны продумать. Если надо над одним макетом, одним экраном сидеть, не знаю, два часа сидите, Вы пытаетесь задешево, в скобочках, не вкладывая трудолюбие, сделать какой-то уровень восприятия. Это не получится у вас. Прочитаем твой заголовок, нижний уровень, информационную часть. Самые сочные скидки. Дальше при покупке опта на нашем складе. Вот информационный посыл. У нас есть скидки, у нас есть сайт, склад точнее, и у нас есть непосредственное мороженое. Все. Какие верхние уровни мы должны использовать? Идем сразу на четвертый контент. Где здесь визуальный вставляющий, она еще по-другому называется кей-вижелс, но изображение. Связь между мороженым и складом. Это классическое стандартное изображение шата-стока, где некая улыбка, некая эмоция, что-то там едим. Это вот самый-самый ленивый способ визуализировать предложение компании. Вместо того, опять же, идем дальше к твоему мышлению, чтобы ты задумался, ага, два ключевых слова у меня, это склад и скидки, и мороженое. Мог ли ты сделать некий погрузчик со склада, например, у тебя улыбающийся грудовик, где у тебя мороженое какое-то в коллаже и какие-то скидки. Мог ли ты сделать коллаж из реально действующего мороженого славицы с человеком, который работает на складе. Может быть, это из коробки, например, это мороженое и со скидкой. То есть, чтобы была непосредственная связь, где ты бы это сделал персонально. И, как мы говорили, коллажи не обязательно должны быть реалистичны, ты можешь просто сделать обтравки и их совместить. Вот ровно то же самое, что делает компания. То есть, что она делает? Тут же нет гиперреалистичного коллажа. Но здесь есть одно мороженое, второе, третье. Ты вместо, там, пяти мороженых, ты сделаешь три мороженого, что-то связанное со складом, может быть, еще скидка. Или же, опять же, образ, который связан со скидкой. И также объединить коллаж, может быть, даже на синем фоне. Ты же всего этого не делаешь. Следующий блок, опять же, обрати внимание, мы только первый кирпичик разбираем, но во втором там проще будет. А кого ты эту часть, кто будет делать? Ведь у нас, предположим, есть основная зона предложения. Можно сделать листовку, убрать все ненужное. Мы же видим, что здесь у нас везде логотипы, эти бирки, это дублирование, это сразу не нужно. Типографику можно в порядок привести. Но суть правильная. Обтравка с визуализацией конкретного ингредиента, вкуса. У нас есть цена, есть громовка. Ты можешь из этого сделать листовку. Рассказать, какое есть сезонное предложение, например, про какое-то мороженое более детальное. И общий показать перечень. Выбор. У тебя этого в портфолио нет. Итого, что здесь можно оставить? Точно, здесь можно синий цвет на фон оставить. Да, карточную систему. Почему нет? Обтравки, конечно. А все остальное, как раз типографику, акценты, отступы ты можешь улучшить. Ты отказался в первом кирпичике о самом верхнем уровне, который только есть в графическом дизайне. Может ли такой дизайн претендовать в сознании, в глазах того, кто будет твой портфолио смотреть на высокий уровень? Вот исходя из того, что я сказал, как ты на это ответишь? Скорее всего, скажешь, да нет. Поэтому ты не терапись делать объем скролл, если ты не принял решение на уровне индейской интеллектуальной деятельности. Что я сделаю, как эта компания улучшит, как это повлияет на установление связи с клиентом? Вот это повлияет. Вот замечательно. Например, вот это здесь. Из этих изображений тоже проверка. Какое изображение здесь самое правильное точки зрения использования в макетах? Вот оно. Оно самое сюжетное, самое эмоциональное. На втором месте тут уже спорят между собой. Вот это тут совесто цвета и вот здесь. Самое банальное здесь, самое скучное изображение это вот это. Поэтому даже в контенте есть иерархия выбора, что-то на первом месте мы ставим, на втором и что-то на третьем. Переходим с тобой ко второму кирпичику. И этот кирпичик, опять же, показывает твое желание быстрее показать, что ты выучил, что ты уже знаешь. Такие экраны может иметь уже рабочий дизайнер, который имеет проекты клиентов и приходит новый по рекомендации, как ко мне. И просто хотят посмотреть, что он еще делает. Скинь, пожалуйста, какую-нибудь вот свою работу. И вот может скинуть он просто листинг гигантского количества разных работ. Но ты идешь даже дальше этого. Ты их не объединяешь по тематике. У тебя одновременно и веб идет, и простые лейдинги. У тебя идут баннеры. У тебя идет дальше сложный проект, например, по DotaBuff. Каждый вот этот фрейм, это начало целого продукта, который ты предлагаешь компании с точки зрения логик и своего дизайна. Ты же дизайнер, да? Я дизайнер. Вот у тебя DotaBuff. Где? Это нужно где? Целый кирпичик. Ты можешь так сделать, что ты сейчас. Но это будет отвергаться. Потому что если ты ищешь работу, у тебя еще нет вот этого запроса. Ты хороший дизайнер. Тебе все так говорят. Просто покажи, что ты делаешь. Вот тогда да, это можно сделать. Если у тебя такого нет, ты не можешь вот это оформлять в своем портфолио. Ты должен каждому проекту уделять целый экран скролла. Там 15-20 экранов. Вот, взяли DotaBuff. Ты хочешь сделать редизайн? Пожалуйста, покажи минимум 5-6 десктопных версий. Покажи мобилку. Ну, 5-6 десктопных версий имеются в виду разные странички. Контрастные мобильные версии, как делаешь адаптив. И состояние. У тебя получится целый проект, который ты сможешь назвать DotaBuff. У тебя здесь этого нет. То есть, когда нет целостности в твоем портфолио, оно такое воспринимается. Контрастное. Ты можешь сказать, Андрей, ну у тебя в портфолио такое есть. Ну, у меня в портфолио я последний раз работу выкладывал 5-6 лет назад. Я вообще не оформляю именно потому, что я работающий дизайнер. У меня есть моя клиентская база. Меня рекомендуют. Ко мне приходят не по портфолио. Меня, предыдущий клиент, посоветовал другому менеджеру. Вот у меня тусовка с вами, с дизайнерами. А у них тусовка менеджерская. Вот они говорят, вот, хороший дизайнер, все хорошо делает. Они ко мне приходят. И если к тебе посмотреть работу, я им могу такую разносорку скинуть. Но ты не можешь в портфолио так оформлять. Сейчас как раз обучение только началось. Я там буду показывать, как я буду оформлять свою работу по графическому дизайну. Где я буду делать целостность презентации для Behance. Ну, не могу, если я выкладываю просто так вот все делать. Одновременный баннер, и веб, и ленинг. Ну, это просто неправильно. Ну, и, наконец, последний, третий кирпичик. Видишь, мы по нисходяще идем. В чем ты прав? Ты, безусловно, самую старую работу должен поставить в конец. Ну, а вообще, нужны ли они у тебя теперь портфолио? Твое портфолио, твое мышление, твой уровень, текущее понимание дизайн, его трудолюбие, как ты принимаешь решения, и какие у тебя фактически потом экраны в Behance появляются. И вот у тебя последний проект. Ну, сразу видно, он самый старый. Он отличается от того, что ты делаешь сейчас по мышлению. Он тебе нужен, в принципе, здесь зачем? Если ты уже пришел к тому, что ты в дизайне теперь понимаешь, видишь, осознаешь и применяешь другие правила и принципы, получая другое восприятие, то убирай все старое. Это будет очень сильно контрастировать. Тут мы приходим к понятию, опять же, лени. У меня тоже все время такое было, лет 6-7 назад. Да и лень было просто что-то удалять, перерабатывать. А, для объема пойдет. Я и здесь порисовал, и там. Но время меняется, индустрия идет вперед. Вот, конкуренция, все, выше и выше. И дизайнер только от 8 баллов плюс. Вот только он может придавать на позиции в сравнении. Мы уже не можем делать так, как делали лет 8-10 назад. Ну, там что-то расположили, какая-то картинка, какой-то текст, какой-то логотип. Что, как сравнивается? Нет, слишком большое количество информации, слишком большое количество туториалов, слишком большое количество рефов. Только в точности мы можем конкурировать с другим дизайнером. Здесь вообще всего этого нет. Это сразу старый проект. Его, в принципе, надо удалять. Если, конечно, хочешь его использовать, надо полностью перерисовывать, но не в самом деле в таком виде. Итого, твое портфолио, оно, а, выглядит непродуманным, б, оно выглядит контрастным, и третье, ты просто не используешь самый высокий уровень, который можно использовать в дизайне, потому что ты пытаешься быстро сделать объем. Это основная ошибка, которая влияет на восприятие в портфолио. Такое портфолио, конечно, будет закрываться, игнорироваться в сравнении с другим дизайнером, который просто сначала правильно примет решение, а потом удалить ровно столько времени, сколько нужно, чтобы получить сильное восприятие в дизайне. И вот тебе, лайк, да иван, я поставил, тебе нужно просто свое трудолюбие направить в сторону результата, а не в сторону объема. Просто 20 экранов, пустых человек скроллят. Результат в каждом экране важнее, чем то, что вы можете просто там что-то расположить. Не старайся показать все, что ты в дизайне знаешь. Ты должен выверенно точно принимать решение, делать сильные композиции по восприятию, обосновывая, почему контент важнее всего, почему формы там в том числе взаимодействуют. Ну вот мы видим форму прямоугольник синий. Это же тоже форма третий уровень, но в нем четвертый уровень контента. Это третий уровень. Здесь нет у нас информации и свойства цвета. То есть у нас второй уровень, это просто свойство к этому прямоугольнику. Вот мы видим классический визуальный ряд. Здесь вообще нет информации, но он по восприятию нами, людьми, по влиянию в стране компании сильнее, чем если я тут напишу текст. Тебе вот, как раз, это все нужно применять. Мы с тобой все это изучали, но твое творческое начало пока у тебя прорывается. Ты хочешь что-то другое делать, но тогда будь готов к тому, что раз ты идешь по пути творчества, то тебя сравнивают будут как раз с коммерческим дизайном, который именно вот так вот рассуждает. Он понимает, что дизайн это, конечно, про эффективные формирования и про деньги. Коммерсант хочет денег, чтобы дизайнеры, которые принимают решения, рисуют, ему помогал как раз ему зарабатывать и эффективно информируют людей, заключать сделки. У меня вкусное мороженое, кстати, если не пробовали, советую вам попробовать славиться. Очень вкусное мороженое, мне нравится. У меня мороженое в моем желудке. О, компания Деньги, по-моему, очень честная сделка. Тебе большое спасибо, Ваня, за пост. Мы с тобой в личном сообщении пообщались, так что направление ты теперь понимаешь, куда ты можешь пойти и улучшить себя. И еще не сказал по поводу данного блока. Если тебе пока трудно дается композиция, совмещать вектора, контент и типографика, оставь что-то одно, например, обтравку. Вот возьми обтравку мороженое и поставь просто ее на белый фон. Фламинго просто на белый фон. То есть не совмещая все это, то тоже композиционное решение. Если пока еще не хватает опыта, лучше что-то одно размести, это более будет сильным. Ну а в конце я хочу сказать по традиции, что если вы любитель в дизайне, вам нравится смотреть мои ролики, продолжайте смотреть. Смотреть других дизайнеров, потому что сейчас реально гигантское количество информации. Он же, конечно, просто понимает, где информация точно выверенная, связанная с рынком, что делается в компаниях. Ну и есть человек, который что-то представляет себе рынок и занимается творчеством. Но все равно в любом случае смотрите. И вот когда у вас концентрация любительская уже увеличивается, вы хотите стать сильным дизайнером 8 баллов плюс, прогрессировать, видите, как и Ваня в этом смысле, что, конечно, каждый начинает с каких-то уровней, идет все дальше, дальше и дальше. То приходите обучаться. У нас как раз только началось обучение по графическому дизайну 1024. У нас будут логотипы, фирменные стили, баннеры, реальные носители печатные, лендинги будем с вами разбирать. У нас основной упор будет как раз на Marketplace, где сейчас основное поле битвы графических дизайнеров в карточках товаров. Я работающий дизайнер, арт-директор, показываю свои проекты. Вот у меня 11 лет уже как завершились в феврале этого года. И сейчас идет у меня 12-й год. Все показываю, рассказываю, дизайне. Но объективно в дизайне сложно вести в заблуждение. В конечном итоге каждый дизайнер берет и рисует. На словах каждый считает, что может делать все прекрасно, шикарно. Потом он берет, реализует, показывает. Приходит другой дизайнер и сравнивает. Поэтому основная суть обучения, это сначала идея интеллектуальной деятельности, понять, что нужно делать, какие решения принять. А потом все это правильно еще визуализировать и направлять в сторону, что вот эти решения сильнее, эти средние, а эти слабые. Только дизайнеры 8 баллов плюс задержатся на рынке. Всех остальных просто индустрия будет вытеснять. Поэтому приходите, обучайтесь и прогрессируйте в карьере. Спасибо большое, что посмотрели данный материал. В конце по традиции желаю вам любви, процветания. И с каждым днем быть немножечко добрее. А на сегодня это все. С вами Лан Рилов. Всем пока.